Итак, мы сейчас с вами поговорим о последующей терапии, о лечении последующим после хирургического вмешательства. Как вы только что услышали, это очень агрессивная опухоль. И надо сказать, что у нас большое количество женщин, которые умирают непосредственно от этого заболевания. Итак, это стандартная терапия, это циторедукция, и затем адювантная терапия препаратами карбоплатины, карбоплатином и проклетокселем. И у нас достаточно хороший ответ, потому что уровень ответа у нас выше 75%, но несмотря на этот прекрасный уровень ответа на терапию, тем не менее у нас очень высокое количество рецидивов у этой когорты пациентов. И пятилетняя выживаемость для распространенного рака приблизительно составляет 40%. Затем риск рецидива также соотносится с хирургическим стадированием. Надо сказать, что общая рецидивность у нас приблизительно от 60% до 80%, и в стадии первая и вторая среди этих пациентов у нас будет ниже рецидивирование, но тем не менее остается достаточно высоким, 20-25%. И в основном подобные рецидивы возникают через 18 месяцев после получения терапии. Мы считаем, что рак яичников является хроническим заболеванием, потому что эти пациенты в течение своей жизни, у них будет рецидив. И, соответственно, это большая проблема, потому что до этого у нас была только одна линия химиотерапии, на данный момент у нас новые препараты выпущены на рынок, и поэтому сегодня очень важно для пациентов, именно для этих пациентов, потому что они могут перейти из одной терапии на другую, и таким образом они могут уйти в хроническое состояние этого заболевания без серьезной прогрессии. Прогноз – это, прежде всего, анамнез этой пациентки, потому что это гистопатология, это клиническое стадирование и также наличие резидуального или остаточного болезни в послехирургическом периоде. И мы каким образом ведем этих пациенток? Во-первых, самое первое, это мы должны их ввести в послеоперационном периоде, потому что мы должны определить наличие рецидива. Каким образом мы определяем этот рецидив? Во-первых, это физикальная оценка, во-вторых, это визоляционные техники, это химическая оценка. Например, если у нас есть повышенные, так скажем, лабораторные параметры. И затем, конечно, оценка врача-рентгенолога очень важна для того, чтобы оценить наличие или отсутствие возникающего рецидива. И, соответственно, если мы с вами посмотрим на руководство НССН, то вы видите, что здесь описывается роль визуализации. Она не очень хорошо определена, на самом деле это так во всех руководствах, потому что несколько обществ комментировали и оценивали клиническую оценку и также показатели крови. И затем направляли на визуализацию только при необходимости. Но при этом вот это при необходимости остается очень непонятным показателем, очень непонятным требованием. И, соответственно, какая визуализация нам нужна и какова из них является самой важной. У нас три основных сценария. У нас может быть пациент с повышенным показателями крови и отсутствие химиотерапии в анамнезе или клинический рецидив после предыдущей химиотерапии. Или у нас может быть, так скажем, повышенный ген СИ-125 и, соответственно, экспрессия гена, если повышена, то мы опять-таки направляем пациентку на КТ или на ПЭТ-КТ. И у нас есть также небольшая пропорция пациенток. Это пациентки без какой-либо экспрессии гена СИ-125. В этих случаях роль визуализации действительно является ключевой для того, чтобы определить наличие рецидива. То, что касается американской коллегии радиологов, у них есть свои критерии, и они считают, что КТ является лучшим инструментом для оценки подобных пациенток. И они оценивают рекуррентность или рецидивирование при помощи ПЭТ-КТ в основном. И обычно этого достаточно. В то время, как МРТ брюшной полости с внутривенным контрастом определяется как возможный инструмент оценки. И, возможно, в этой схеме, которую используют американские радиологи, возможно, обычно они используют МРТ уже более часто, что не включено в эту схему, потому что все меняется очень быстро. И надо сказать, что в довершении к традиционным методам оценки мы начали диффузионно-взвешенное изображение использовать. И во время, в рамках этой презентации я могу сказать, что мы уже достоверно говорим о хороших возможностях этой техники. И еще одна серьезная проблема заключается вот в чем. И существует серьезная разница между общей выживаемостью, когда пациентки были пролечены на основании того, что у них были повышенные биомаркеры. Дело в том, что биомаркеры повышаются в основном за несколько месяцев до начала проявления каких-либо других симптомов и признаков рецидива. Это очень важно помнить, потому что как только вы оценили наличие рецидива, роль КТ в оценке малого таза и абдоминальной полости начинает возрастать по экспоненте, потому что нам нужно обязательно оценить наличие висцеральных метастазов. И КТ – это также метод выбора, потому что этот инструмент позволяет нам получить все объемы в достаточно простой способ. И одновременно с этим мы можем сделать обычно оценку без введения контраста, а после введения контраста мы можем получить артериально-венозную фазу. В некоторых случаях она является отложенной, отсроченной. Это отсроченная как бы фаза. И почему это так? Потому что вот эта отсроченная фаза является абсолютно необходимой для оценки маленьких имплантатов и также карциноматоза. В некоторых случаях это очень важно для понимания, для урографического накопления контраста, для того чтобы также оценить наличие метастаз-мочиточника и мочевой пузырь. Приблизительно в 70-92% мы получаем достоверные хорошие результаты и мы можем также получить достоверную информацию, если мы делаем более тонкие срезы, более плотные срезы, потому что это позволяет нам фактически реконструировать все анатомические параметры. Это очень важно для оценки всей обдоминальной полости. Также мы можем использовать КТ в неотложных случаях, потому что у этих женщин могут также возникать осложнения, которые связаны, например, с обструкцией кишечника, с непроходимостью кишечника, или возникают спаечные процессы, и также это могут быть свящевые процессы, которые также видны хорошо на КТ. Но есть и ограничения этого метода. Дело в том, что КТ, самое важное, наверное, ограничение, это дело в том, что если у нас рецидив находится в области малого таза, то в этом случае здесь у нас будет очень маленькое разрешение контраста, и тогда КТ может давать ложные результаты, особенно если у нас очень мелкие узлы. И при спайках мы можем также получить сниженную точность. У нас могут быть небольшие такие участки консероматоза, меньше 5 мм, особенно если в тонком кишечнике или на тонком кишечнике находятся эти узлы. Это для нас огромная проблема, потому что это самое, наверное, тяжелое, нехорошее ограничение такого инструмента, как КТ. Затем, если мы говорим о реконструкции, о многоплановом коронарной проекции или сагитальной проекции, мы можем посмотреть здесь, опять-таки, все участки абдоминальной полости, и мы можем получить хорошие результаты, посмотреть на диафрагму, посмотреть на весь кишечник и в этом случае лимфоузлы, как мы видим, можем оценить. МРТ в соответствии с рекомендациями ОСИР могут быть вполне подходящими, но тогда, когда речь идет о оценке стадии или состояния рецидила, вот протокол МРТ, который мы используем в нашем отделении, Т2, как вы видите, здесь есть данные по разрешению, Т1, контраст, отсутствие контраста, последовательность диффузии и так далее. У нас есть проблемы с проведением исследований, они связаны с временем, иногда оно очень длительное, 50 минут для такого пациента, который должен внутри аппарата находиться, мы должны получить качественные результаты исследований, их оценить. Мы используем современные инструменты, мы вот здесь контрастные подходы используем, у нас современные катушки МРТ, через 15 минут мы можем распознать вот эти внедренные импланты, и мы также видим другие признаки вовлечения, например, перитониума. Преимущество – это очень чувствительный подход, когда речь идет о рецидивах, 91%, специфичность более 8-10%, и излечиваемость практически 90%. Вот очень важно правильно работать с контрастом, который выполняет дополнительные функции, особенно важно это, когда речь идет о диффузных изображениях. У нас есть возможность улучшить уровень распознавания, когда мы пытаемся диагностировать карциноматоз, и у нас нет ограничений, когда мы работаем с диффузными изображениями. Кальцифицированные импланты также распознаются импланты меньше 1 см на обычных изображениях, лимфоузлы, их определения, что очень важно, низкая степень, особенность случаев низкого рейта, как сейчас говорят, и обычные. Вот, например, вот эти диффузионные изображения диффузия, как вы видите, присутствуют. У нас высокое разрешение, конечно, есть, именно поэтому диффузия крайне важна для того, чтобы мы могли выявить эти ограничения, их присутствие. МРТ всего организма, какова роль его? Было исследование проведено в связи с ракомычников, и 51 пациент, 5 были исключены, и исследование вот такого названия, простите, сначала было 56, 5 были исключены, и результаты МРТ всего организма, всего тела сравнивались с результатами КАТЭ. Вот авторы исследования показали, что имеет место улучшение курабельности, это крайне важно при сравнении с КАТО, с точки зрения того, что этот подход МРТ давал возможность определить более точно локализацию образования. И я не буду вот это читать, кроме того, вот здесь есть заключение по этому исследованию. Мы получили возможность лучше определения возможности рецидива, места рецидива, и мы могли лучше оценить возможности резекции. Что можно еще сказать о локализации рецидивов, локальный рецидив 26,5%, перитениальный карциноматоз 70%, мы говорим о карциноматозе 70%, это распространение в лимфоузлы, мы разные, имеем здесь показатели для разных локализаций, и гематогенная диффузия, висцеральная, в случае местный рецидив. Вот я вам показываю примеры. малый таз между влагалищем и прямой кишкой и диффузия, как вы видите здесь, и мы видим, что можно подтвердить этот рецидив, и также в этом случае у нас есть большой имплант, скажем так, он связан с рецидивом в малом тазу и с инфильтрацией кровью, но не везде. Вот здесь краниальная плоскость показывает нам этот узел на уровне сегмоидальной кишки, мы видим здесь диффузию, вот здесь на этом уровне, и также дополнительный инфильтрат. И вот в каудальной плоскости мы видим тот же узел, который инфильтрат шейку мочевого пузыря, опять же диффузия, и мы можем видеть здесь присутствие новообразного образования в перинеальной области, и вот так мы показываем, что очень хорошо место этой инфильтрации в прямую кишку, перитониальный карцинематоз, 70% достаточно часто связан с нашими пациентами, у которых развивается рецидив, и вот это очень важно, оценить различные органы, включая печень. Вот здесь могут быть небольшие инфильтраты, когда есть апсид, иногда бывает очень трудно распознать небольшие инфильтраты, как, например, в таком случае, и тогда диффузия, опять же, применяется, и мы можем получить такое изображение с диффузией, и распознать уровень, на котором происходит карцинематоз, на уровне связки здесь. Это еще один случай КТ, мы можем увидеть массу, можем узлы увидеть, также карцинематоз, это Т2, изображение Т2, после контраста, последовательности, диффузия, но у нас очень небольшой инфильтрант, и очень важно мультипланарные получать изображения, потому что это позволяет нам ответить на вопросы, связанные с диагностикой, как в этом случае. В этом случае вы видите, что здесь есть небольшие узлы, в этой области, висцеральная область меняется по плотности, и здесь вы можете увидеть обструкцию кишки, и это свидетельствует о присутствии инфильтратов. Иногда это бывает не так трудно, мы можем этот паттерн легко распознать, диффузия подтверждает наши выводы, также инфильтрация в брыжейку на КТМР с микронодулы видим, такие стренды, сыт, жировые стренды и тяжи, и мы можем видеть, что в этом случае у нас есть диссиминация, карциноматоза на тонкую кишку, мы судим об этом по толщине кишки, или точнее толщины стенки. Иногда это не всегда просто, потому что, например, вот как-то нам показывает небольшой узел, мы выполняем в ММРТ, и мы видим ин-ситу узел, с подавлением, также на изображении с подавлением это подтверждено, и вот здесь вот негативный результат, я не узнаю этого узла, но у нас было большое подозрение, что там есть инфильтрация, или буквально импланты, как теперь мы пишем, и вот мы получаем такие значения по экспрессии К-125-950, и начинается терапия, и через 3 месяца у нас вот такая ситуация, развивается резистентность к карбоплатинумным препаратам, и мы видим с помощью диффузии карциноматоз, вот здесь могут быть и такие проблемы. Вот это киста, мы используем диффузию, но мы видим на этапе Т2 вот такую картину, и это проблема, потому что эти пациенты, когда мы применяем ПЭТ-КТ, нет нужного забора препарата, и мы думаем о том, что это такое, такое кистозная карцинома или что-то другое, и здесь нужна дифференциация, кальцифицированные импланты, инвазии. Здесь можно подумать о пероральном контрасте, но мы не всегда это делаем, я рекомендую 1 литр воды пациенту давать за 30 минут до исследования, но не пероральный контраст, это была бы ошибка именно для такого пациента, именно для такого типа исследования. Еще один случай пациента, у него экспрессия СИИ-125 немножко повышена, на 18-26-35 магнитный резонанс, и мы видим, то есть мы ничего не видим на самом деле, но применяем диффузию, и мы можем все эти инвазивные очаги увидеть, видите, даже на уровне печени, и также отражение брюшины нам показывает, а вот такую картину говорит о том, что там есть внедрение, так сказать. И вот это распределение лимфатических узлов, здесь вы видите, что мы прежде всего оцениваем малый таз, затем параортальную область, и некоторые также участки могут быть очень сложны, например, это подключичная ямка, здесь у нас очень сложно все оценить, а иногда там могут быть метастазы при распространенном раке яичников, или, как вот в этом случае, другая локализация, и надо сказать, что висцеральные метастазы, они очень редки, самая частая распространенность, это распространенные локации, это приблизительно 9 или 6, это в плевре, и также метастазы в кости или в головной мозг возникают всего лишь в одном проценте случаев, и мы полагаем, что эти женщины, они живут долго достаточно, и прежде чем мы увидим метастазы в костной ткани или в головном мозге, потому что это самый последний, так скажем, этап развития этой болезни, вот это некоторые примеры, вы видите, что здесь у нас большие достаточно импланты, и также мы видим здесь метастазы и инфильтрацию в печень, и затем давайте посмотрим вот на этот случай, здесь у нас инфильтрация в плевру с гальцироматозом в плевре, соответственно, здесь мы можем увидеть общую инфильтрацию в таракальной области, и там у нас есть пораженные лимфатические узлы. Итак, после этого, в конце концов, я не обсудила с вами шкалы, потому что следующая докладчица будет как раз говорить о шкалах и градации, и я хотела бы просто подчеркнуть важную роль КТ, дело в том, что КТ является нашей первой линией выбора в клинической практике при оценке подобных пациенток, но КТ, тем не менее, имеет определенные отрицательные моменты. У нас, например, могут быть повышенные биомаркеры, но отрицательные результаты по КТ, и опять-таки, конечно же, цена проведения такого исследования, как КТ, она действительно кусается для общественной системы здравоохранения, и, возможно, в будущем, если у нас будут какие-либо изменения в технике в получении то, возможно, МРТ будет играть гораздо большую роль. На данный момент это только отдельные случаи, потому что это очень длинное, тем не менее, длительное исследование, и у нас иногда могут быть артефакты у этих пациентов в клинической практике, конечно же, не в области исследований, и фактически американская коллегия и европейское общество остается остается все-таки при том мнении, что КТ является лучшим выбором, и в будущем, если мы заглянем свадьбами в будущем, мы знаем, что эта пациентка с раком яичников, у нее будет рецидив, мы это знаем, что мы можем сделать для того, чтобы как-то спрогнозировать время рецидива. Надо сказать, что сегодня мы работаем над новым полем исследования, это радиомика, и, например, вот это, вот этот институт уже опубликовал подобную оценку, это, так скажем, радиомика, это наука, которая позволяет нам прогнозировать рецидивы, на основе современных методов КТ, вот это ретроспективное исследование, и они выбрали семь паттернов радиомики, которые постарались их коррелировать с возможностью или с вероятностью возникновения рецидива, и вот это наше будущее, будущее, о котором мы уже начали обсуждать, мы говорим о роли самообучающихся машин, и искусственного интеллекта, и я полагаю, что для них, возможно, это тоже вот хорошая работа, и в будущем мы будем иметь возможность прогнозировать. Итак, моя финальная рекомендация заключается в том, что нам важно продолжать наше исследование, и нам важно продолжать обращать внимание на этих пациенток, когда мы их обследуем, потому что это заболевание, оно распространено абсолютно везде, где бы мы не проводили МРТ или КТ, мы можем обнаружить эти рецидивы абсолютно в разных локализациях. Спасибо большое. Коллеги, конечно, вот очень насыщенный, интересный доклад в Луси, и дело в том, что мы понимаем с вами, что прогрессирование при раке яичникова развивается так же бессимптомно, как и первичная опухоль, и поэтому, конечно, задачи нас, специалистов методов визуализации, как и специалистов, те, которые участвуют в иммунологических исследованиях, выявить тогда заболевание, когда возможное лечение будет иметь хороший прогноз. То есть, естественно, чем будет раньше выявлено, будут выявлены признаки прогрессирования, тем раньше будет начато своевременное лечение, и тем, соответственно, это будет лучше прогноз заболевания. Как мне одна пациентка тут недавно сказала, Марина Альбертовна, я хочу вас пригласить в ресторан, отпраздновать, я говорю, по какому поводу, отпраздновать 25-летие. Я говорю, 25-летие чего? Нашего совместного общения. То есть, после первичной диагностики у этой пациентки еще было два рецидива, которые их своевременно полечили, и вот, так сказать, от момента первичного устанавливанного диагноза третьей стадии рака яичников прошло 25 лет. Ну, конечно, так сказать, молодцы все. Ну, прекрасный доклад, Люси, еще раз спасибо большое. У кого-то, может быть, есть вопросы? Пожалуйста. Большое спасибо. Если я правильно поняла, в основном вы используете КТ для оценки рекуррентности. Это и малый таз, и абдоминальная полость. И в каких случаях вы используете все-таки МРТ? Не очень понятно, это осталось за кадром. Если у нас есть подозрение на локальный рецидив, и мы начинаем тогда делать МРТ, если у нас отрицательные результаты по КТ, но при этом у нас есть повышенные экспрессии СЕ-125. И также для исследовательских целей мы начали проводить МРТ всего тела. Затем если у нас признаки, которые не позволяют нам все-таки поставить диагностику, тогда мы проводим ПТ-КТ. И как первоначальная диагностика вы записываете PCI индекс в отчете? Да, в отчете. то, что касается рецидивов, нет, а для первичного диагноза, для первичного диагноза, для стадирования мы начали делать, так скажем, описание и также описываем самую важную локализацию и вот, но не даем никаких количественных оценок. Я прошу прощения, я полагаю, что самая важная вещь, которую мы должны принимать во внимание, это то, что это не рак яичников. Огромное количество подобных раков, и мы не знаем ничего о них. Это поведение. Очень многое зависит от пациентов. Это был эндометриальный рак, высоко или низко дифференцированный, в общем, это зависит от поведения опухоли. Что сегодня доказано точно, это то, что у нас КТ для рецидива, я говорю сейчас о рецидиве, ПЭТ-КТ и КТ, это имеет доказательную базу. МРТ его делают для, чтобы разрешить спорную ситуацию, если вы хотите знать вокруг влагалища идет локализация, или, в общем-то, это что-то, что мы не видим на КТ, какие-то сложности в распознавании, в интерпретации результатов КТ. И не забывайте, пожалуйста, это молодые пациентки, не забывайте про них, у них будет огромное количество КТ, это огромное количество облучения. В конце концов, вот эти пациенты, которые к нам пришли с раком яичников, не используйте КТ слишком часто у молодых пациентов, переходите к МРТ по возможности, потому что здесь будет у нас низко дифференцированное, вы их можете выявить на МРТ огромное количество кальцинатов, большое количество всего на КТ, и вы уверены, что это пациент с опухолью, которая с, и это сирозная опухоль точно с кальцинатами, соответственно, если вам нужно сделать КТ, это лути, я вам пыталась донести, что вы, пациентка пьет воду, вода не контраст, не контраст, мы не используем пероральный контраст, и мы использовали его несколько лет назад, приблизительно пять лет назад еще использовали, сегодня мы даем пациенткам просто водичку, один литр воды через 20 минут, за 20 минут до начала исследования, и это очень важно, потому что, например, мы можем провести исследование схожее с КТ, для того, чтобы оценить толщину стенок тонкого кишечника, чтобы исключить или подтвердить наличие или отсутствие диффузионного консероматоза у этой пациентки, но если там есть кальцинаты, вода, как вы понимаете, вода является самым лучшим вариантом здесь для оценки этих пациенток, но проблема заключается в том, что это молодые пациентки, радиация, доза радиации, ей предстоит еще огромное количество исследований, пожалуйста, начинайте с МРТ, все эти кальцинаты, они очень хорошо видны на МРТ, вы можете их увидеть, вы можете увидеть, что внутри находится, где находится опухоль вживую, у этих пациентов используйте МРТ, и вы можете также увидеть активность в этих местах, это лучше, и это лучше просто, потому что они молодые, потому что надо бы избежать большого количества облучения, для того, чтобы у них не развился другой рак. Спасибо большое, Реклама пиани, спасибо, 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 Продолжение следует...